Проверка закончилась, сейчас остались 10 вопросов к куратору Байбы и мы будем приглашать его или ее в нашу комнату диагностики. Делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратору или учителю Байбы. Приветствую вас, мое имя Эрик и я рад находиться здесь. Привет, снимаются маски и голограммы, Фантом пристает перед тобой согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем Эрика, меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили проверку вашей подопечной. 10 вопросов она хотела вам написала и хочет вам задать. Вы куратор, Эрик? Я куратор. Благодарю вас. Я начинаю с вашего позволения. Или вы хотели сразу что-то добавить? Нет, я послушаю вопросы и отвечу соответственно вопросами. Благодарю вас. Я начинаю со вступления. Перед вопросами я хочу сказать большое спасибо своему куратору за терпение и за то, что он всегда рядом и за все знаки от него. Спасибо. Благодарю. Первый вопрос. Как выглядит мой стержень, мои энергии и их потоки? Благодарю за этот вопрос. Прекрасный вопрос. Как ты знаешь, уже ты солнечная душа. Твои энергии и потоки выглядят так же, как солнечный свет и солнечные лучи. Это очень легко представить, так как вы видите солнце каждый день, прожитый на земле. Даже если солнце закрыто тучами или идет дождь и непогода, солнце остается на том же месте светить и радовать. Это нужно помнить всегда. И тогда на душе, на солнечной душе будет всегда светло и тепло. Благодарю. Благодарю вас, Эрик. Второй вопрос. Какие ваши советы будут по техникам, как мне войти в нужное состояние, чтобы подняться выше в своей осознанности? Я немножко объясню, что значит осознанность. Осознанность души — это ее развитие. Осознанность души — это анализ, наблюдение. Начиная с себя, ты слушаешь внутреннюю интуицию, выбираешь то, что нужно душе, получаешь информацию, анализируешь ее. Только так ты можешь прийти к осознанности, понимая то, что ты делаешь, прислушиваясь и идя за зовом своей души в своем развитии. Только так человек осознает и развивается. Здесь нет специальных практик, чтобы подняться выше к осознанности. Это кропотливая каждодневная работа по прислушиванию к своей интуиции. Интуиция — это и есть то, как душа общается с тобой. Извините за немного сумбурную речь. Очень интересно, Эрик. Продолжайте. Первое, что тебе нужно — прислушаться вглубь себя, услышать, почему твоя душа разстроена. Найти на это ответ. Ты уже начала практиковать это. Таким путем ты находишь физическую боль в своих воспоминаниях, причинах и так далее, убирая ее. Это кропотливая работа, путь осознанности. Осознанность, она внутри тебя, в глубине. Здесь нет определенного уровня, чтобы подняться и получить там какую-то осознанность и просветление. Это то, как ты развиваешься, как ты слушаешь, как ты ищешь нужную тебе информацию. Или же наоборот, не ищешь и не понимаешь смысла. Я думаю, я понятно объяснил. Очень развернутый ответ. Я благодарю вас за него, Эрик. Позволите продолжать дальше. Валяю. Какой уровень моего высшего «я»? Прекрасный вопрос. Уровень твоей солнечной души — 10. Десятый уровень высшего «я». Именно так. Эрик, можно уточняющий вопрос? Я знаю, я слышал, много шкал разных существует, по каким определяется уровень развития души. Десятый уровень. И скольки уровней мы сейчас говорим, чтобы представить себе это для байбы? Это мы где-то в середине находимся? Это далеко не низкий уровень, насколько я знаю, от наших клиентов. Дело в том, что планета Земля давно обитаема, и уровни восьмого по двадцатый встречаются часто на Земле. Это зависит от развития и осознанности, а также возраста самой души. От восьмой и выше. Вы сказали, значит, мы находимся приблизительно в середине. Души встречаются на Земле очень часто. Это не значит, что выше двадцати не встречаются. Просто эти души более редкие. И наверняка приходит какой-то миссия. И у них есть определенная цель. Миссия, безусловно. Я благодарю вас за это отклонение. Вы позволите идти дальше? В основном души приходят для развития, как сказала байба выше, для поднятия осознанности развития своей души, и получения правильного опыта души. Именно с этим опытом Высшая продвигается на следующую ступень. Она получает определенный опыт души. Земля дает много эмоций. Я бы обобщил это. Эмоции и чувства. Это возможности, которые можно пройти в человеческом теле, человеческой цивилизации и остаться человеком. Это очень правильные слова. Да, они резонируют. Благодарю вас. Да, давай, пожалуйста. Четвертый вопрос. Как мне исцелять мое физическое тело? Например, как самостоятельно вернуть себе хорошее зрение? Байба говорила у меня. Прекрасный вопрос. У нее зрение падает, она написала в описании. Прекрасный вопрос, как я уже сказал. Зрение — это проблема многих физических тел. Человек часто закрывает на что-то глаза, говорит, что это не мое. Кто-нибудь другой это сделает, а я сделаю вид, что этого не происходит, и я не вижу. Со временем это накапливается на тонком плане и, соответственно, переходит на физический план. Это одна причина. Я обобщил сейчас. Вопрос был, как излечить. Исцелять. Исцелить. Я бы напомнил про солнечные энергии, которые обладают прекрасным исцеляющим свойством. Так же, как солнышко исцеляет, дает тепло, надежду на будущее, так же твои солнечные энергии своим теплом, лучами, они могут исцелять тебя и все вокруг тебя. Но самое главное — видеть эти энергии, чувствовать их, понимать, кто ты и отправлять свои лучи из самой глубины сердца. Если ты просто воспользуешься этим советом, не понимая, как это происходит, помощь будет минимальной и потребуется много времени для этого. Это и есть повышение осознанности, работа со своей душой, со своими лучами и солнечными энергиями. Благодарю. Я прошу прощения, вы наверняка в курсе сегодняшнего нашей проверки и трёхглавый дракон, который там стоял, который обучал молодую голову, он говорил, что он не видит глубины, глубины работы, понимания того, что человек делает, и как следствие он является как бы незащищённым, и он обучал эту третью голову, как вот люди себя защищают и как можно к ним заходить. Там прозвучало слово «не хватает» или «глубокой веры», или «глубокого намерения». Я сейчас не могу вспомнить. Я объясню, что он не хватает. Пожалуйста. Я вижу, что Байбас слышит зов души, но до конца не понимает. Все действия, которые ведут к осознанности, делаются с радостью. Даётся специальная энергия, чтобы пройти этот путь. Эта энергия ведёт вас к поиску осознанности, к поиску информации, развития и продвижения души. К первому шагу. Когда есть только желание, но нет понимания, зачем, нет глубины и нет, как это назвать, это не желание, стремление к этому. Ну, у нас называют это разными словами, может быть, какая-то поверхностность. Я покажу, как это выглядит. Поверхностность – хорошее слово. Это выглядит, как солнечный круг, излучающий лучи, но внутри пусто, нет ядра, а солнце без ядра не согреет. Только свет. Вот такое метафорическое. Очень понятно, очень понятно. Я думаю, Байба понимает отлично, о чём идёт речь. Я бы хотела ещё раз вернуться к солнечному ядру. Нужно понимать глубину, глубину своих желаний, а главное – радость, поток радости. Что для твоей души радостно? Когда ты найдёшь ответ, этот ответ, как ниточка, будет вести тебя вперёд. То, что ты делаешь без радости, просто автоматически не приносит правильного результата. Благодарю. Благодарю вас. Идём к пятому вопросу. Часто мне моя жизнь на Земле кажется бессмысленной, и что меня никто не понимает. Как избавиться от этого? Это именно то, что я сказала выше. Мой ответ уже прозвучал. Тебе не нужно избавляться. Если тебя не понимают, это значит, вы на разных вибрациях. Но если ты чувствуешь, что ты делаешь от души, что ты делаешь правильно, что твоя интуиция ведёт тебя по этому пути, тогда, как я уже сказала, найди это ядро радости в тебе. Оно не зависит от того, как тебя понимают. Это первое. Второе. Стань наблюдателем для людей, которые тебя не понимают. Наблюдай за ними. Смотри их реакции, изучай их. А вдруг они правильны? Но вполне возможно, что они сами не знают свой путь, эти души. Как они могут понимать тебя, если они не понимают себя? Поэтому твоя задача здесь научиться понимать себя, верить себе и найти эту радость внутри себя, которая будет, как ядро, излучать свои лучи. Независимо от того, понимают тебя или нет. Солнце, оно светит. Кто-то любит солнце, а кому-то очень жарко под солнечными лучами. Поэтому постарайся найти гармонию и баланс внутри себя, чтобы излучать правильную температуру и находить подходящий уровень излучения своей энергии. Когда ты поймёшь это внутри себя и получишь эту гармонию, ты научишься подстраивать свои лучи под всех, если тебе это будет нужно. Подстраивать — это не значит, что ты должна терпеть. Подстраивать — это значит, что где-то нужно согласиться и уйти, где-то нужно объяснить, где-то нужно чётко сказать «нет». Ты будешь чувствовать окружающие тебя энергии и вибрации, и понимать их причину и суть. Но сейчас твоя задача — научиться понимать себя и свою глубину, свою гармонию и баланс, своё ядро. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. От какого самоограничивающего блока в моей жизни мне следует избавиться, чтобы улучшить своё духовное развитие и жизнь на Земле? Своя пустота. Пустота и непонимание. Своей Душе ты должна задать вопрос, как я сказал выше, в чём радость Души для тебя, поискать ответ, прислушаться и с этого делать первый шаг к пониманию своих энергий. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Как достичь баланс и легче связать материальную жизнь, земную жизнь, семейную жизнь со своим духовным развитием? Я бы отнёс это к распределению времени. Организации, правильно. Именно так. сокращая время для духовного развития и уделяя время для людей, которые тебя не понимают или бессмысленным действием, или рутине, должно быть оценено и сбалансировано самой тобой. Без радости и понимания своей Души ты не можешь правильно организовывать своё развитие. ты оставляешь мизерное время для себя, делая всё в спешке. Именно поэтому у тебя нет внутреннего стержня и ядра. Оно есть, но оно не до конца сгармонизировано. Только ты можешь это сделать. Конечно, я сделаю это на твоём тонком теле, но на физическом только ты сможешь визуализировать, представить и почувствовать его в человеческом биороботе. Благодарю. Благодарю вас, Эрик. Когда вы говорили, я что-то шла мыслеформой, я видел чаши весов, которые должны находиться в равновесии, где и работа, и развитие находятся в равном балансе. И опять мы вернулись к слову баланс. Я представляла это как полосы равные. в том, что насколько нужны быть заполнены эти полосы рутинной саморазвития и то, что я назвал выше, решать этой душе. Вернее, частички на земле. У нас ещё на земле называют выставлять правильные приоритеты в жизни, что важнее, что идёт на первое место, что может подождать и что может вообще неинтересным быть. Я бы сказала приоритет. Приоритет. Это ядро и радость в таком случае. От него всё развивается, растекается и расходится в разные стороны. Всё понятно. Можем продолжать. Вернее, источник радости. Да, пожалуйста. Восьмой вопрос. Какие продукты питания мне полезны? Можно ли есть продукты животного происхождения? Можно ли есть зерновые культуры? Здесь много разных учителей с разными взглядами. Я в замешательстве. Это было продолжение её вопроса. Я благодарю за этот вопрос. Этим вопросом я хочу на примере этого вопроса я хочу лишь показать, что ожидания учителей не приведут тебя к хорошему действию. Это значит лишь непонимание себя, чтобы питать свой биоробот, наслаждаться этим, проживать земную жизнь и развиваться духовно. Тебе нужно слушать только твой организм. Твой организм, он сам тебе даст правильность питания. На земле существует много ограничений религиозного характера. Например, пост. Я бы сказал, что ограничение пищи иногда приводит к приятному очищению и освобождению организма. Разгрузочные дни дают организму избавиться от накопившихся шлаков, а также паразитов, а также неприятной среды от залежавшихся еды. Назову это биороботок. Я хочу сказать, что иногда небольшой пост, ограничения или просто разгрузка будет приятно твоему биороботу, но в большинстве случаев никакого ограничения, насильного ограничения не должно быть, так как ты можешь нарушить баланс своего биоробота. Эти ограничения должны быть согласованы со своим организмом. Душа должна быть готова к этому. Любое насилие может принести вред. Мой ответ на твой вопрос будет слушай свое тело. Тело подскажет, что оно хотело бы принимать и как оно реагирует на эти продукты. Это и есть изучение, это и есть развитие, в том числе к осознанности. У каждого этот путь свой, поэтому только ты можешь почувствовать, что тебе нужно, от чего тебе нужно отказаться. Благодарю. Благодарю вас, Эрик. После нашего сеанса ваша подопечная Байба похудела на 15 килограмм, ничего не делая. Я думаю, она уже сама убедилась, как это все работает и просто надо действительно, как вы сказали, все в гармонии со своей душой спрашивать, чтобы не ввести в шоковое состояние внезапной диеты и так далее. Это надо с головой ответственно подходить и чувствовать ответы, которые тебе дает твоя душа. Она никогда не пожелает ничего плохого. Я продолжаю с вашего разрешения. Здесь трудно сравнивать, когда внутри находится матка инсектоида. она занимает много места и требует большего питания. Когда организм чист, тебе нужно прислушиваться к нему и к своей душе, а также смотреть на реакции организма после определенных продуктов. Все понятно. Благодарю вас, уважаемый Эрик. Можем продолжать? Да. Девятый вопрос. Как бы вы прокомментировали мой прогресс в росте? Каков мой прогресс в росте на данный момент? Благодарю за этот вопрос. Я очень рад, что тебе интересно мое мнение как твоего куратора. Я очень рад твоему прогрессу. Я очень рад нашей встрече и то, как ты начинаешь относиться к тебе. Но твоя задача, как я уже сказал, это твое ядро. Это твое внутреннее гармоничное состояние принятия и понимания себя и своей души. Нахождение радости, источника радости внутри себя не извне. Ты на правильном пути. И я благодарю тебя за это. Благодарю вас, Эрик. Я вчера услышал одну очень интересное словосочетание называется «тихая радость души». Это когда душа находится в тишине и в спокойном состоянии и испытывает эту тихую радость внутри себя. Наверное, вы об этом говорили сейчас? такое состояние, когда достигнуто человек накапливает много энергии и может сделать очень многое. И я называю это не только я. Я бы сказала, на наших уровнях это называется знанием. Душа знает, кто она. Душа знает этот источник радости. И душа нашла свое ядро. Это есть знание, от которого идет энергия большими волнами, лучами. И такая душа, как правило, притягивает правильного партнера. Такое партнерство может привести к огромным результатам. Замечательный ответ. Благодарю. Как в семейной жизни, так и в развитии этих душ. Благодарю. И остался последний десятый вопрос. Может есть какой-то вопрос, который я не спросила, или какой-то совет от куратора. Я собираюсь активировать и показать тебе солнечное ядро твоей души прямо сейчас. Боюсь, что хватит советов и нравоучений на сегодня. Все, что было сказано выше, тебе нужно осмыслить и почувствовать. Только так ты нащупаешь дорогу к следующему развитию и осознанности, следующему шагу по пути развития и осознанности. Дай мне твои руки и обменяйсь солнечной энергией с тобой. Ты прочувствуешь их в каждом энергетическом центре, большом и малом. все эти энергии передадутся на твой физический биоробот. Представляй солнечное ядро, как белый свет, излучающий теплые желтоватые лучи. Насколько широко будет это солнце в тебе, решай только тебе. Оно должно быть приятное, теплое для тебя. выходит ли оно за пределы твоего тела, решать тебе, насколько ты прочувствуешь, насколько ты отдашься этому ядру. И я также хочу добавить, что ты в дальнейшем сможешь работать. Это ядро может вытягиваться, направляясь в любое место и точку твоего физического и тонких тел. Благодарю. Сейчас ты выглядишь как настоящее солнце. Замечательно. Уважаемый Эрик, вопросов больше не осталось, так как мы с вами уже встречались, вы знаете нашу традицию. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Эрика, будет ли он так любезен принять эти славные плоды, которые выросли и подарок ягод, копающихся в солнечных лучах, теплых и сочных. Это, возможно, единственный чистый продукт, который сейчас на земле вообще остался, неизмененный генетически. Благодарю вас за этот подарок. Благодарю вас, Эрик, за ваш визит, за вашу помощь своей подопечной, за эту замечательную встречу, ваши ответы, очень глубокие ответы, которые позволили открыть, пустить свет именно на те области, которые до сих пор у Байбы были проблемы осознать. И я пытался помочь и направить свет в нужном направлении. Все было понятно, никаких вопросов не осталось, или что-то было, я спросил. Благодарю вас, Эрик, традиционно мы не прощаемся, я говорю, до скорых встреч, наши наилучшие пожелания, замечательные звезды Солнца, передавайте кураторам, мы всем будем рады, кто придет, кто достучится до подопечных, своих, со своей стороны мы поможем убрать преграды, открыть эти двери, в которые души уже пойдут сами. Дальше. Благодарю вас за эту встречу от всей своей солнечной души. И мы благодарим вас, принимаем вашу благодарность и говорим до скорых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Байба, мы закончили встречу с вашим куратором Эриком, вы получили ответы на все свои вопросы. Это великолепная встреча, я просто вся сияю, я действительно чувствую себя как солнце. Хорошо. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Байбы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Продолжение следует...